Девушки отдыхают А, конечно, есть у него такие друзья Ну, хорошо О, я смотрю, вы такие веселые Приятного аппетита Спасибо, присоединяйся Иду, иду Как дела, братец? Спасибо, рад тебя видеть Очень большая неудача Очень Тунч Ты позвони нашей Конторе, которая безопасностью занимается Пусть в квартиру госпожи Илюль поставят защиту Хорошо, позвоню дяде Сегодня все, Ладь Не смей откладывать Я просто в удивлении, господин Усман Почему? Тебе очень нравится эта Илюль? Эта девушка живет одна дома Она работает у нас А если мы не должны ей помочь Подержать трудную минуту Нет, ну что, ты не пойми меня неправильно Просто Ты долгое время так не помогал людям Наверное, госпожа Илюль очень хорошо делает свою работу Наргиз Нам больше ничего не нужно Можешь идти Да Тот, кто хорош на работе Получает дополнительную награду Госпожа Сергея, отвлекайтесь ненадолго Я вам чай принесла Правда, не стоило Ну что вы, пейте на здоровье Госпожа Илдес С вами все нормально? Все нормально Машу, не поймите неправильно Когда я увидел вас вблизи Мне показалось Что у вас что-то Вот здесь есть То, что вас очень тревожит Жирает изнутри Нет, со мной все нормально Вы неправильно поняли Я мать двух дочерей На их глазах Мне все становится понятно И глаза не такие, как у сына Они, они другие Все, что тревожит их Все это видно на глазах У вас Вы такая хорошая У вас внутри все настолько чисто Как сильно вы бы не старались Это скрывать Все равно видно Я принесу из стиралки одежду Госпожа Илдес Кроме смерти Все можно решить Все проблемы решаемы Вы, главное, не падайте духом Вы такая хорошая Все ваши мечты исполнятся А если они исполнятся Ну и ладно Значит, это судьба После современного компьютера Это кажется гоночной машиной Отличный ноутбук Я за два часа все закончила О, вот эта скорость Это ты, по-моему, гоночный автомобиль Кстати, а откуда он взялся, ноутбук этот? С издательского дома отправили, брат Чтобы она использовала его для работы Кемаль, помоги, пожалуйста Как сделать выравнивание по левой стороне? Смотри Сначала ты нажмешь на вот этот список А потом нажмешь вот сюда Как легко Ну, конечно, легко Немножко пошаришь и все будешь знать Что случилось, брат? Ничего Я задумался Там телефон звонит Я отвечу и приду Брат, как там твоя хандан? Ты ее не привозишь к нам в деревню? Она сейчас очень занята К тому же Ты знаешь, она не любит эти места Не приноси Нам нужно выходить Мы опаздываем Ладно, но Может, Бират выпьет? Нет Я много выпил Там уже Кемаль прав Вы опаздываете Ладно, я тогда сейчас приду У меня вопрос Куда это вы так опаздываете? В издательский дом Я познакомлюсь с своим другом Не стоит волноваться Полиция недавно ушла Эйлюль, я заберу к нам Хорошо Я тоже договорился сегодня И поставить сигнализацию До завтра все будет готово Хорошо И с дверью ситуацию надо уладить Ладно, увидимся Все нормально Да Мне уже лучше Только Хорошо, что у тебя был пистолет Могло бы ужасное произойти Даже вспоминать не хочу Трястись, сразу начинаю Ну, поехали к нам К вам? Не надо, Джунейт Поехали на работу Чушь не неси В тактовом состоянии Тебе не до работы К тому же Одну тебя здесь я не оставлю Никаких отговорок Ладно Джунейт Огромное спасибо Я и не знал, на кому звонить В тот момент Конечно же мне Если бы не позвонил Я бы тебе потом наговорил К тому же Мы же рядом с тобой живем Ладно Я возьму сумку и поехали Я готова А, выключил ноутбук Ну давай его тоже возьмем Нет, что ты Зачем тащить такую тяжесть? Загрузи все сюда Ладно Может мне тоже с вами пойти? Нет Не стоит Пусть Бахар поедем и приедем Да, Бахар? Угу Потому что Разве тебя не ждут на остановке? Не зли своего босса Дело, говоришь Еще этот босс Все готово Перекинуло Ну тогда поехали Ладно А я тогда пойду на установку Увидимся Госпожа Элдис? Госпожа Элдис Что случилось? Плачьте, чтобы все из вас вышло У каждой матери есть ребенок Они целуют их А у меня никогда не будет детей Я никогда не стану мамой Вот чем значит была ваша проблема Бедняжка Бедняжка Сестра Ты спросила у госпожи Элдис Ей понравилось, Сергей? Видимо, понравилось Она ее сегодня опять позвала Ой, пусть зовет Правда, пусть зовет Ей очень нужна работа Нет Ничего толкового нет на этом ТВ Сестра Ты говорила с Фаридой? О чем мне говорить с Фаридой? Она кроме Джунейта Больше ничего не видит Что я могу сказать этой Фариде? Эх Все правильно говоришь Что ты можешь сказать этой Фариде? Я открою Привет Добро пожаловать Я привел Илюль сюда Чтобы она не оставалась нам одна Сожалею о случившемся Спасибо Хорошо, что все уже позади Эй, Илюльчик Ну как ты? Я как раз хотел тебе позвонить Мне уже лучше Спасибо Джунейту и господин Усман Не сразу пришли Пройдемте в гостиную Я не пойду, мама Эй, Илюль, ты в надежных руках Огромное спасибо Ну хватит, хватит благодарить Пройдем, дорогая Ну, увидимся Пойдем Ну, рассказывай Я наберу тебя В этот момент человек даже не знает, что ему делать Ужас какой-то Ну ладно Скажи моему отцу Он все уладит Пусть лимиты снимет с карты Мама Что поделать У меня сейчас плохое настроение Я делаю покупки Мне становится лучше Да, это из Кемали Он, ну, совершенно не занимается Да не знаю я Он все время думает о этой противной деревне Ну, этот Берат, знаешь, его друг Он всегда с ним Я с трудом вижу его лицо Что? Еще чего? Что значит, что-то другая мама? Он ведь не найдет подошву из этой деревни Ладно Я отключаюсь Увидимся Она для меня очень важна С ней связаны воспоминания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы уже скоро будем на месте Тебе понравится, я там часто бываю Да, как ты, дорогой? Нормально ты? Уже лучше Ты мне, кстати, не звонил Я занят, поэтому Ну, что ты делаешь? Ты с кем? Ты сейчас с Биратом, да? Да, с Биратом На остановке И когда ты приедешь? Не знаю Еще пару часов буду на остановке Ладно Увидимся Посмотрим, что ты будешь делать, когда увидишь меня рядом, Кемаль Да что это за место такое? Эх, Кемаль, эх Выпейте это, вам полегчает Спасибо Вы уж извините, я не сдержалась Я понимаю, что ничего не могу сделать, мне как-то плохо стало Вам было плохо очень Сейчас мне лучше Я, наверное, нелепо сейчас выгляжу в этих слезах Да ладно Плач разгружает человека Ведь лучше того, чтобы тебя вот здесь беспокоило Лучше проплакаться, и все пройдет Лучше станет Мы не можем завести ребенка Нет, ну вообще можем Я уже два раза была беременна Но потеряла Выкидыш был Надежда умирает последней Ты молода У тебя много времени На самом деле не так уж и много времени Я уже год не могу забеременеть Может, ты боишься потерять ребенка Из-за этого он не может никак родиться Ферман говорит то же самое Мысли тоже играют важную роль А сейчас появилось новое лечение И на мне будет это проводиться Сейчас много новых технологий Много шансов Думая о хорошем, чтобы случилось оно Чтобы плохое ушло Все, о чем думает человек, то и приходит ему Хорошо, что Надежда отправила тебя ко мне Спасибо, сестра Севги Спасибо Не могу поверить Все пошло по плану Мне даже аванс дали, знаешь? Я даже не ожидала этого Я даже не доделала еще работу Что скажу Ну, видимо, им понравилась ваша работа Кемаль Не знаю даже, как тебя благодарить Тебе не надоело? Что именно? Благодарить меня Ты уже тысячи раз меня благодаришь Ты работала, ты победила А ты заслужил хороший ужин Я сейчас строю тебе отличный ужин Ну, давай Я уже деревом стало Нет, его здесь нет Сюда иди Мне есть что тебе сказать Я слушаю, господин Усман Что ты пытаешься устроить? Не поняла? Наргиз, следи за своими движениями Мне это поведение совершенно не нравится Если я случайно в вас как-то не знаю, что ты делаешь Госпожа Ильюль работает здесь Да, она тебе может не нравиться Но ты будешь следить за своими глазами и вровями Не надо привести всех привлекать к себе внимание Извините, господин Больше не повторится Очень надеюсь Можешь возвращаться к работе Как скажете, господин Сестра Ты ведь не будешь спрашивать Фариду, да? Нет, не буду спрашивать Я скажу, а она сразу скажет Джунейту И что ты скажешь, господин Усману? Я не знаю Что-нибудь придумаем Подготовила бы лучше вам гостевую комнату Нет, не надо Спасибо, я же не буду спать И этого не стоило Ничего, можете захотите и поспать После того, что вы пережили Джунейт Да? Нет, я еще не говорила Даже не знаю Может не стоит? Нет Отговорки не принимаются К тому же, госпожа Илюль здесь И у нас много дел Фаридар Я позвонил не чтобы отговорки слышать Я отправлю Киазыма И возьми жемчужное колье Жемчужное колье? Зачем ты хочешь, чтобы я его сейчас наделал? Без отговорок Одень что-нибудь достойное ему Пожалуйста Для меня это важно Увидимся Джунейт, секунду Ты уж извини Я случайно услышала Ты будешь встречаться с Джунейтом? Да, но Обо мне не думай Развлекайся Я принесу газету Может захотите почитать? Спасибо Я недавно тоже приходил сюда. И сюда же сел. Но кто сидел на моем месте? Никто. Я был один. Сестра Хандан? Привет. Ты разве приходишь сюда? Решила вас проведать. Кемаль не здесь? Он ведь не здесь, да? Он не здесь, да? Он не здесь. Он соврал мне, да? Нет, зачем ему врать тебе? Он был здесь. А потом... Ладно, Бират, хватит тявкать. Ты все мне расскажешь. Почему Кемаль часто приезжает сюда? Что его здесь держит? Все, чего я не знаю о нем, ты все мне расскажешь. Я все узнаю. Если вы устали, я могу включить телевизор. Спасибо, не надо. К тому же ты не думай обо мне. Иди готовься для Джунейта. Как ты, Илюльчик? Спасибо, мне уже лучше. Назира сделала горячий супец. Принести тебе? Спасибо вам огромное, но я пока не проголодалась. К тому же мне нужно кое-куда позвонить. Мама волнуется. Ладно, мы пойдем. Нет, 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 не выходите. Я выйду, поговорю и вернусь. Ладно, дорогая. Чувствуй себя как в своем доме. Хорошо? Спасибо огромное. Я нормально, мама. А ты как? Да вот работаю, все нормально. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.